Вы слушаете Народное Славянское Радио Добрый день, дорогие друзья! Мы снова вместе и продолжаем наше знакомство и попытку осмыслить, понять это всё в самих себе, то, что мы называем сущностными чертами русского человека. И сегодня мы поговорим о духовном развитии. Вот уже эта тема настолько, кроме того, что она обширна, она имеет потрясающе много толкований. Кто-то вообще не хочет смотреть в эту сторону, полагая, что это какое-то там что-то надуманное. Кто-то встаёт от чужих объяснений, которые для него ничего не объясняют. Очень много разного рода систем, которые претендуют на духовное развитие, а на самом деле просто формируют, я бы сказал, рабское сознание человека. Но почему в русской народе, в русской истории это духовное развитие занимает особое место? Давайте для начала посмотрим, как это закрепилось, знание о духовном развитии в наших пословицах, поговорках и так далее. Страдания открывают глаза на другой мир, мир духовности. Нет сокровища более ценного, чем пребывание в духе. Духовный учитель – лучший учитель. Жизнь коротка, время быстротечно, познавайте себя. Хлеб жизни есть любовь ко всем. Преданность своей сути является и средством, и целью. Давайте я намеренно такие подобрал, самое главное, так сказать, ранее того, что можно определить как духовное развитие. Давайте всё-таки попытаемся исследовать. Понимаете, путь духовного развития – это не рассуждение о каких-то там цитатах, закреплённых в Талмунах и так далее. Это не участие в ритуалах. Это прежде всего сонастроенность и созвучие каким-то очень глубоким свойствам жизни, которые и можно условно назвать приближение наше к духовному миру. О чём идёт речь? Вот мы как-то с вами на первой встрече нашей и на предыдущей говорили о том, что вся жизнь на самом деле пронизана потрясающим, так сказать, разумностью, мудростью. И вот эта вот пронизанность, о которой даже сегодня наука всё больше и больше, и всё более отчётливо начинает понимать, что это составная часть жизни, которая присутствует везде, и как в каждом атоме, так и в самых дальних заколуках Вселенной. И что самое удивительное, она присутствует не просто то, что надо там добывать, копая глубокие ямы, как клады. Нет, это присутствует везде, только наше внимание к этому не организовано. Даже между нами и этим духовным планом, так называемым, и дверей нету, понимаете. Ведь если даже переводить с русского языка, с древнеславянской буквицы, как переводится, дух, вот, это доброта устоил, сопряжённо с гармонией. Представляете, как просто, да? То есть, наше приближение к гармонии, именно по принципам доброты, как раз и есть одно из глубочайших качеств той самой духовности. Это не пение там мандры, это не какие-то там выполнения там церковных ритуалов и так далее. Это ваш сам настрой. Вот с этим качеством жизни, глубинным качеством жизни. И это ваша личная история, как обрести. Хорошо, если вам повезёт на мудреца, который поможет вам, значит, это всё открывать в себе, вооружить вас технологиями, переживая результат которых, вы действительно начинаете понимать, что вы и есть вот эта вся огромная целостность, пронизанная мудростью. И вот этот сам настрой и есть ваша духовность. И опять же, это не какой-то там, я бы сказал, модно-моральный памятник, ради которого надо вложить жизнь. Нет, это прежде всего ваше постоянное качество жизни. Оно помогает вам ощутить эту мудрость. А это значит всегда быть правильным во всех своих жизненных обстоятельствах, поступках, отношениях, реакциях и так далее. И это ещё и ощущение, я бы сказал, радости бытия, в которой вы находитесь, в которой чувствуете каждый своей клеточкой. Вот путь к этому качеству, к этим вершинам, к освоению этих свойств, к этому бесконечному развитию, вот это и есть духовный путь. У наших предков это закреплялось движение по золотому пути. Это считалось самым достойным занятием, глубочайшей, так сказать, правдой. И всегда вызывало огромное уважение людей, кто стремился идти и, так сказать, исследуя этот путь, эту дорогу, формировать себе вот эти высоконравственные свойства и качества человеческие, с большой буквы. Вот это всё и было, так называемое, духовное развитие. Вот когда вы позволяете себе через эти технологии действительно что-то пережить, тогда вам это становится понятным. Вы осознаёте, когда мы просто попугайничаем чьи-то фразы, это мало цены имеет. Ведь даже религия, которая претендует на единственного посредника между планом духовности и человеком, она ведь тоже часто, мягко говоря, лукавит. Вот хорошо, если, ну мне как кажется, религия призвана для раскрытия религиозности, не преданности там ритуалам и цитатам, а когда в вас просыпается вот тот самый внутренний учитель, который поддерживает, учит вас и направляет вас вот к этому целостности и единству с этим духовным планом. А это не книжки, это не попы, это совершенно другое, понимаете, это ваш личный санастрой, связь, понимание, осознание и применение. Вот это всё оно и есть. Ну и в заключение небольшую историю. В животе беременной женщины разговаривали двое младенца. Один верящий, а другой нет. Вот один спрашивает, ты веришь в жизнь после родов? Ну да, конечно, всем понятно, что жизнь после родов существует. Мы здесь для того, чтобы стать достаточно сильными и готовимся к тому, что нас ждёт потом. Ну, первый говорит, это глупость какая-то. Никакой жизни после родов быть не может. Ты можешь себе представить, как такая жизнь могла бы выглядеть, да? Ну как? Я не знаю все детали, но я верю, что там будет больше света. И что мы, может быть, будем с вами ходить и есть своим ртом. Какая ерунда. Ну невозможно же самим ходить и есть ртом. Это вообще смешно. У нас есть пуповина, которая нас питает. Знаешь, я хочу сказать тебе, невозможно, чтобы существовала жизнь после родов. Потому что наша жизнь пуповина. И так уже слишком коротка. Я уверен, что это возможно. Всё будет просто немного по-другому. Это можно себе представить. И я искренне это делаю. Но ведь оттуда ещё никто никогда не возвращался. Жизнь просто заканчивается родами. И вообще, жизнь это одно большое страдание в темноте. Настаивает первый, да? Нет, нет, я точно не знаю, как будет выглядеть наша жизнь после родов. Но в любом случае, мы увидим маму, и она позаботится о нас. Вот. Маму. Ты веришь в маму? Но ведь где она находится? Да она везде, вокруг нас. Мы в ней пребываем. И благодаря ей движемся и живём. Без неё мы просто не можем существовать. Вон, полная ерунда. Я не видел никакой мамы. Вот. И поэтому очевидно, что её просто нету. Не могу с тобой согласиться говорить тобой. Ведь иногда, когда все вокруг затихают, можно услышать, как она поёт. И почувствовать, как она гладит наш мир, да? Я твёрдо верю, что наша настоящая жизнь начнётся только после родов. А ты веришь? Родиться в духовном мире – это обрести большую вселенскую маму. И все возможности, которые там присутствуют. Вот. Ну и на сегодня наша встреча, посвящённая этой теме, закончена. До следующей встречи и быть добрым. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться». И обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью, вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного Славянского Радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру.